Доброго вам утра, дня и вечера! В эфире радио Психоделикс с какой-то бабой! Ребятки, те кто уже догадался, что я ЦРУшный биоробот с заданием поднять уровень кайфа в вашей стране, пожалуйста никому это больше не говорите, а то разберут меня ямки на запчасти, а мне тут еще охота потрещать и рассказать вам о тех богатствах, которые валяются просто вокруг вас. Но из-за очков близорукости, прописанных вам хмурыми гномами, вы этих подарков не видите. Артурик, тебе не стоило ничего писать в мою защиту, теперь все знают, что ты тоже робот, так что давайте соблюдать секретность. Кстати, сведения, что Шайтан Шаман канал закрылся, да он закрылся, теперь он опять открылся, а новенькие свеженькие две недели наши возвращаются в город. Еще хочу сказать, противникам кайфа много тут мне понаписали, нельзя кайфовать бездумно, нельзя кайфовать, нельзя кайфовать. Ребята, если вы не можете кайфовать от жизни, или не умеете, или вас так научили, или какие-то ваши святые попы или религия вам это сказали, то это ваш удел, страдайте, пяльтесь на страдания, кто вам не разрешает. Не надо, ха-ха-ха, не надо меня туда затягивать, потому что это невозможно. Кто вам сказал, нельзя кайфовать, невозможно кайфовать, такого не бывает, слушайте тех, кто вам это говорит. Я не имею ввиду кайф обкуриться и лежать дрыгать ногами, я имею ввиду получать кайф ежедневный от каждой минуты своего существования. Если вам это не удается и кажется неправильным, это не значит, что эта цель недостижима. Если ваша цель это страдание, то ваша цель правильная. Это ваш выбор, так же как мой выбор веселиться. Цитирую кое-какие первые. Значит, бездумно кайфовать нельзя, а если тебе подарили белые тапочки, то можно. Можно кайфовать, когда бог тебя гладит по голове, или ты там на коленях бьешься о пол и кричишь, забери меня к себе. Тем, кто заявляет, я познал конечную истину, поздравляю, у вас завелись вши важности. Мальчики, девочки, вот пришел ответ тем, кто спрашивал меня о осознанных сновидениях. Наконец-то прислали ответ, не прошло и два дня. Рустем предлагает информацию по осознанному сновидению отделения физического тела не только во сне, но и в бодрствовании. Он предлагает послушать нам Михаила Радугу. Рустем сказал, что его техники работают. А также он предлагает прогуглить мастера Цигун Сьюи Минтан, который преподает Джун Юань в России. На вопрос, были ли у меня осознанные сновидения, да, бывают. Я не могу их заказывать, я не знаю, как их вызывать, но бывают абсолютно. Последний час расскажу, такое было смешное. Поскольку микродозирую я уже 4 месяца, и принимаю я свою микродозу очень рано, примерно в 6 часов, чтобы подольше не кушать после микродозы. Микродозы. Однажды через полчаса я уснула. Я не буду этот опыт анализировать, я просто расскажу, что случилось. Я обнаружила себя в помещении, буквой Г, просторное, белое, без окон, с лампочками, по виду, как американский офис у врача. Стулья, тумбочки, цветы, журналы. И сидят тетки, 5 человек. Я открыла дверь, вошла туда, и я знала, что я сплю. Я знала, что я лежу в кровати, я знала, что я съела гриб, а теперь я сплю. Хотя связи у меня с тем миром, с настоящим, не было. Я зашла, сказала здрасте, и никто вообще не пошевельнулся. Я прошвырнулась по этому офису и вижу, что на меня никто не смотрит. Тетки спокойно сидят, уткнулись в журналы. Я думаю, нифига себе, я во сне, и я еще не видимка. Я села на стул и начала делать всякие разные телодвижения, наслаждаясь тем, что я невидимка, и они меня не видят. Оказалось, что они меня видели, просто они не обращали на меня внимания. Ко мне подходит мексикантка, лет 45, плотненькая, даже помню, в чем она была одета. И она машет перед моим лицом руками, как слепому. Машет, машет, и такое лицо у нее странное. И я чувствую, как я покраснела. Я думаю, блин, нифига себе, оказывается, они меня видят. Вот попало, надо смываться из этого сна. И я как будто из воды, из воды, я помню это ощущение. Вода была теплая. Было такое ощущение, что вся моя кровать, матрас, вот эта толща воды, и я через нее раз снизу, и пух. Это почти всегда у меня сопровождается ощущением вязкости, которое у меня присутствовало в психологических оптах. Очень было весело. Все это было очень весело. Такого рода видения у меня были наибоги. Но наибоги связь с реалом не теряется, как во сне. И раньше, да, у меня это случалось. Ну, скажу так, меня это, честно говоря, не интересует. Сначала было прикольно, а потом думаю, ну что, во-первых, заказывать нельзя сон. То есть, заказать куда попасть, чтобы там побегать. Нет, приходит какая-то картинка, как в видениях в обоге. И вот там ты действуешь. Я методик никаких не изучала. Я прочитала одну единственную книгу по осознанным соведениям. Это тибетские йоги Тензин Римпоче. С ним у меня была связь в книге. Вообще виртуальная. Он говорит, я это знаю, делаю. Я это чувствую. Одно из самых первых упражнений, которые Тензин рекомендует. Я помню, делала. Встаешь с утра и думаешь, ну вот я проснулась. Это мой сон. Я сейчас одену мои сонные тапочки. Одену халат в моего сна. Пойду на кухню. Попью водички с лимоном. Это тоже сон, что я пью водичку с лимоном. А вот это собака в моем сне. А вот солнышко. И я вот так хотела целый день и повторяла. Я это правда делала. Больше никаких сведений у меня нет. Послушайте других людей, которые Рустем предлагает. Спасибо вам, Рустем, за информацию. Кстати, дошли до вопроса. Я как-то сказала, что грибы, микродозы грибов изменили мои сны. Вопрос как? Они стали, во-первых, еще более реальными. А во-вторых, изменилось время. И я его помню и ощущаю. Именно время, когда сон. Когда ты понимаешь, что ты во сне. И в этот момент просыпаешься. И вот этот промежуток до того, как ты проснулся. Еще когда ты не знаешь, где ты лежишь. В какой комнате, в какой позиции. Где у тебя ноги на юг, на север. Вот этот промежуток растянулся. Настолько растянулся, что я его ощущаю. Мало того, что если я не начну паниковать, где я, кто я. Я могу еще в этом пространстве подумать что-нибудь такое. Также Стас дал хорошую информацию. Кто-то меня помню, спрашивал в российском регионе, есть ли аналог гармалы. Стас написал, есть растение, которое называется рута, могильник, она же и сирик. Содержание алкалоидов такое же, только в других пропорциях, пишет он. На востоке ее называют лекарством от тысячи болезней. Их минус необходимость соблюдать диету. Плюс они легальны. Гармалы вообще продаются в аптеках и на рынках за копейки. Спасибо Стасу. Возвращаемся к обсуждению. Думаю, существую, не думаю, существую. Что есть фальшь, что есть правда и как нам лучше. Вопрос, что я имела в виду, когда я сказала, существование это ощущение. Ну вот попробую так. Мысль это процесс думания. Если мы думаем это красное, то мы это красное уже испытали. Шаг номер один. Сама мысль это красное, это уже шаг номер два. Номер один это ощущение того, до того, как вы поняли, что это красное. Вот это дают психоделики. Мне, по крайней мере, дали существование в моей точке сущности. Только в этой точке. До того, как понятно, что вообще происходит. Еще раз. До того, как я могу осознать, а что это было. Еще раз. До того, как мой мозг зарегистрировал и определил значение происходящего. Еще раз. До того, как мозг включил опознаватель. Еще раз. До того, как мозг проверил все мои файлы. Еще раз. До того, как мой мозг вынес решение, надо ли мне это или нет. Еще раз. До того, как мой мозг решил, что моему телу надо делать. В зависимости от накопленной мозгом информации и. Мы уже говорили раньше о том, что наш мозг может блокировать то, что мы видим, и нам это не поступает. Теперь, почему осознание и понимание этого важно, и что нам это дает. А то, ваш мозг дает оценку только что произошедшему с позиций вашего прошлого. Вся информация, которая сидит в вашем мозге, это файлы, забитые опытом произошедшего. Понимаете, не надо повторять. То есть, мозг в любом случае поступит по старым дрожжам. Потому что там красное пятно может быть смертельно опасным. Но ваш мозг скажет, а какая-то фигня, какая-то красная фигня. И когда вы ощущаете это красное, вы уже знаете, вам надо текать, вы уже текаете. Вы не думаете, не обсуждаете. Опознавалка отключилась. Есть только ощущения. В общем, чулка сработала, а понималка еще не включилась. Вот этот момент. Потому что вам это не знакомо. Думайте, обдумайтесь, тишите репу, вы не знаете. Никогда не допрете. Пока будете допирать, вас уже там уничтожат. Что нам это дает? Да дофига дает. К вам приблизился сгусток, он еще рот не открыл. Вы знаете, что вам делать. Вы уже это сделали. Вы только бросили на него взгляд, вы уже это делаете. Например, такая картинка. Вы заходите в комнату, видите какую-то деталь. Мелкую, вшивую, незначительную. Ну, например, кто-то ее передвинул на то место, которое вам не нравится. Набираете в рот воздуха и начинаете орать. Вот что это было? Вы увидели деталь и по старым дрожжам, это был ваш триггер, вам мозг влил в голову ураган. Потому что, когда зашли вы в комнату, вы спали, думаете, тяжкую думу, наверное. Узнаете себя на картинке? Я себя тоже там узнаю. Там мною испытывались состояния, когда скорость моя была такова. Я уже пересекла пространство 185 раз, а это мысль моя единственная. Все плыла, плыла по горизонту, разворачивалась. Какая-то стеклянная фигня плывет под куполом. Это мой мозг в 2,5 цилиндра пытается выдавить из себя определение того, что я ощущаю. Это черепаха ползет и ползет. Вот, я уже что-то делаю, 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 до 5-10, я в моменте плыву, а она все разворачивается, разворачивается. Мне один раз даже надоело ждать, когда она вся выплывет. Это единственная мысль. А ведь скорость мысли в нашем реале, мы даже не можем ее посчитать. Поэтому картина вырисовывается такая. Ощущаем это сейчас, шаг номер один. Осознаем это второй шаг. Когда вы там, то то, что вы ощущаете в ваших файлах нет. Вам по барабану. Если вы начнете думать, что это, что это, вы просто остановитесь. И вы учите на живом, что если вы не думаете, а просто стоите там и фибрами, фибрами ощущаете, то вам открываются такие вещи, о которых вы не подозревали. То же самое и здесь. Если вы с накачанными мышцами ваших улучшенных привычек в эту секунду до того, до того, как ваш мозг скомандовал фас, если вы в эту секунду ощущения выступите в самым красивом образе вашего «я», то это действительно меняет картинку вашей жизни, потому что если эти множественные точки вашего красивого «я» всунуть во временные рамки, то нам это будет казаться путем. И путь состоит из точек вашего красивого «я», наработанных автоматически. Но на самом деле пути не существует, потому что путь – это прошлое и будущее, наблюдаемого вами из точки настоящего. Но это другая тема. Кстати, Люба спрашивает, как это поступать самым красивым своим образом? Ешь и секундно. Она спрашивает, что такое красивый образ? Как его сделать? Как его сделать, Люба? Ты идешь навстречу, ты знаешь, у тебя будет взаимодействие. Ты плывешь туда, ты себе улыбаешься, и ты улыбаешься миру, который тебя окружает. Вот это самый красивый твой образ. Думай над тем, как ты улыбаешься. Все. Уж тебе ничего не надо знать, когда ты идешь навстречу. И не надо, Люба, думать, помоет ли он шею перед свиданием, принесет ли он тебе цветы. А вдруг принесет да не те, которые ты любишь. Кстати, вот Люба разрешила мне пользоваться ее именем. И сказала, когда я буду говорить сгусток «Люба», это будет о ней. Спасибо тебе, Любочка. Я желаю тебе, чтобы у тебя всегда были те цветы, которые ты посадишь. И чтобы они тебя радовали. А также для того, чтобы каждую секунду поступать в виде вашего самого красивого «Я». Вам ничего не надо делать, вам не надо меняться, вам не надо ничего делать. Ничего, вы уже там. Откройте дверь. В настоящее, а в настоящем моменте вы всегда прекрасны. Я имею в виду в момент ощущения чего-либо, вы всегда прекрасны. Это потом ваш мозг стреляет с завистью, агрессией или еще какой-нибудь фигней. Что-то на меня никто не смотрит, может мне губы накачать. А там, на той стороне, психоделики могут ваше время растянуть как резину. И вам все покажут в замедленной съемке. И вот тогда мы осознаем свою собственную никчемность. И тогда стыдно жить, так как жили просто стыдно товарищи. Вот когда вы сидите в точке настоящего и созерцаете картину прошлого или будущего, наше тело не дышит, оно скорчилось от натуги, пытаясь следовать бесполезной картинке мозга. Мы внутри голограммы, которая даже не существует в реале, но забирает нашу жизнь. Это как? Сейчас нарисую вам это на картинке, как это происходит, как мне там это показали. Сидишь на кресле в настоящем, какое плюшевое кресло, какой синий плюш, трали-вали, радуешься. Но тут вдруг раз, и развернулась передо мной одна из моих любимых галлюцинаций прошлого, прямо перед моим носом. Если я решила туда зайти, то мне капец, я умер, потому что в настоящем моменте при взгляде из моего прошлого я не существую. Точно так же, как я настоящий, такой, какой я в этот момент настоящего, понимаете, не существую в своем будущем. И если я не закрыла эту галлюцинацию, а зашла туда, то мое настоящее сдохло. И я вижу, как я на плюшевом синем креслице пульт выпал из рук, раз я кочурился, потому что кто-то из меня вышел, зашел в телек моей галлюцинацией и живет в будущем. Или заново переживает свое прошлое. А я тут на плюшевом креслице уже испарился по молекулам. Вот так. Вот это то, что нас старит. Как если вы заметили в течение вашего собственного существования, если вы оказываете любому объекту материальной реальности достаточно доброго внимания, то этот объект набирает силу и расцветает. Что угодно. Человек, учеба, растения, бизнес, что угодно. А вы сами, живя в прошлом и будущем, не оказывайте внимания к себе. И вы чахнете и чахнете. Что все это нам дает, это знание? А то мы можем так победить наш животный страх. Тот внутренний, несуществующий, нами созданный или подсказанный кем-то страх. Мы его создали, мы его поливаем ежедневно, удобряем, соответственно, мыслями и действиями телеком и чтением ненужной информации. А потом от этого чахнем. Все равно, как Кащей Бессмертный разбил свое яйцо, достал иголку и жует ее. Когда вы счастливы сидите в плюшевом синем креслице, и перед вами открывается вот эта картинка Кащей Бессмертного, вы туда можете зайти и стать этим Кащей Бессмертным. Стать вашим страхом. Так как тот страх, то есть фактически выращенная нами гэ, гэ, галлюцинация, убивает нас, высасывает нашу энергию. Как же от этого избавиться? Можно ли вообще от этого избавиться? Можно, ребятушки, можно. Как? Вернуться в настоящий момент. Давайте рассмотрим. Заменить страх осознанием, что в эту данную минуту, вот, например, сейчас, когда вы слушаете меня, мы прервемся в реале вашей игры. Вот в этом реале, на креслице, на вашем и плюшевом страха нет. То есть тебе, лично, никто сейчас, в данную минуту не угрожает. Еще раз, тебе в данную минуту нашего разговора ничего не грозит, да? Еще раз, вот уже наступил следующий момент, и третий, и четвертый. И страшилка еще не появился, да? Так где же тот страх? Ага, он в файлах нашего мозга. Это наша проекция, наша наклейка с информацией, нашего собственного подбора. Так? А пульт от этих галлюцинаций у вас в мозге? Кто нам его поставил? И почему нас это сейчас не интересует? Нас интересует то, что мы его обнаружили. Когда на вас набегает ужас. Виртуальный, в основном. Вы прыгнут же из телевизора. Вы проснитесь и скажите, я вот сижу, и никто мне дубиной конкретно сейчас не угрожает. Если он есть страх, то он снаружи вашей хатки, где-то там невидимый вам сейчас. Да? Так можно бороться со всем, что угодно, что вам мешает. Потому что в данной минуте, когда вы ощущаете, еще до того, как вы подумали, что вы ощущаете, вы всегда счастливы. И если мы поймали себя в конвульсиях злобы на какого-то Ивана Ивановича, грозящего вам кукишем, из вашей собственной галлюцинации. Давайте подумаем, ведь в комнате сейчас Ивана Ивановича нет. А почему же тогда у меня конвульсии? Я что, в галлюцинации или какой-то псих? Вот. Бывает ли у меня выходы из тела в реальной жизни? Да, бывает. Тоже спонтанные. Как ими управлять, не знаю. Последний раз было очень неудобно. Пришел наш аккаунтент, чтобы поговорить про налоги. Она заходит в дверь, а я вышла из тела. И я стою, меня качает, и я знаю, что я вышла. И у меня такое состояние, я думаю, боже мой, хоть бы она не заметила. И это продолжалось минут 15. Я ощущала свое тело стеклянным прозрачным сосудом. Но какой-то остаток разума мне сказал, улыбайся, улыбайся и молчи, и медленно двигайся. Вот такой был приказ. И сосуд пошел, пошел. А я за ним летела. Думаю, боже мой, как же мне назад впихнуть свою... Как же мне назад в свою шкурку залезть? Многие из вас знают это состояние. Если вы работаете над чем-то творческим и попадаете в этот канал, то лучше бы вас никто не тревожил. Потому что если неожиданно к вам кто-то подойдет, вы выйдете из тела. Ну, а в этот раз у меня был очень интересный, занятный кусок работы. Я вижу задним глазом, что человек подъехал и сейчас выйдет из машины, но я никак не могу оторваться от того, что я делаю. И когда человек зашел в дом, я была не готова. Точно такое состояние я наблюдаю в себе, когда церемония айаваски закончилась. Все уже повскакали, а я еще вот там. И я не готова общаться с химоноидами. Я могу себя заставить подняться в таком стекле. И как только я приближаюсь к кому-то, меня как бжум током отбрасывает. Кстати, самый первый раз выход из тела у меня был до айаваски. Это случилось тогда, когда я стопроцентно бросила курить. И в то время, чтобы как-то спасти себя от безумия, я постоянно курила марихуану, и мне не хотелось курить сигареты. Вот в это самое время я превратилась в курящую собаку. Если я шла по улице, и кто-то на той стороне улицы на тротуаре курил, то я могла курить вместе с ним. И однажды меня так ударил запах табака. И я вдруг отлетела. А вечер, пятница, и мы идем по самой центральной улице нашей деревни. И везде народ, все гуляют, и все друг на друга смотрят, и все друг друга знают. И музыкант поворачивается, и говорит, что с тобой? А я говорю, у меня под ногами земли нет. Но он у меня еще тот, и лыздишник из старых. Сейчас расскажу потом про него. Он говорит, ну ничего-ничего-то, держись за меня, и как будто ничего не случилось, ничего не делай. Потом я спросила, откуда он узнал. Он говорит, ты такая стала белая, как лист бумаги. Я тогда не поняла, что это было. Короче, сейчас расскажу, что было с моим мужиком. Когда ему было 27 лет, и он играл с какой-то группой, в какой-то полной заднице, огромный клуб, народ собрался. Еще тогда, когда и радио толком не было, и телевизор только-только недавно появился. И каждый приезд в любой город, вот такой группы, крутые пацаны с черными ногтями из Лос-Анджелеса приехали, с девками. Там гудели, все собирались. Молодые и старые, по барабану, лишь бы напиться. Короче, мой говорит, я стою там, соло вывожу, тролли-вали. Глаза закрыты, отлетел. Заканчиваю соло, и слышу, что никто не играет. Я открываю глаза, и вижу, что все лежат, публика лежит, бармен под стойкой. Музыканты лежат, и кто-то стреляет из пистолета, а я на сцене. А я, говорит, не могу нифига понять, это правда, или в моей галлюцинации. Какие-то мужики стреляют из пистолетов, а он думает, что это барабан. И он говорит, я вижу, что в меня летит пуля. И он увернулся, у него касательная по левому боку прошла. Они тогда ели ЛСД. Я его спросила, сколько вот ты съел, сколько вы ели? Он говорит, я не знаю. Ну как ты не знаешь? Ну а что мы в автобусе, пацаны, у нас менеджер, мне принесли дали, вот столько тебе надо. Ну сколько тебе надо, ты спрашивал? А что мне спрашивать? Мне говорили, вот столько тебе надо, ровно столько, чтобы ты мог играть. Все, это не важно. Теперь вернемся к прошлому ролику, где я не закончила о современной медицине. Давайте посмотрим на нашу современную медицину. Нашей современной медицине, товарищи, еще и 100 лет нет. Запомните эту цифру. Еще нет и 100 лет. 100 лет, 100 лет, 1, 0, 0. Еще нет. Мы только на заре своей юности, испытывая на нас самих антибиотики, вакцинацию, всякого рода гормоны, жесткое излучение рентген, химиотерапию. Ха-ха-ха. Чем славится наша медицина? Чем славится наша медицина? Она лечит симптомы и отрезает органы. Обратите внимание на формулировку. Лечит симптомы. Извините, что вы, профессор, сказали, не лечит симптомы, а может быть, убирает симптомы, прячет симптомы. И говорит телу, заткнись, не ори, прими аспирин. А причина симптома? Ну да, вы скажете, мы даже можем знать причину симптомов печень то, почки сё. А пойдем дальше. А причина причин почки то, почки сё и так далее. Любое заболевание это следствие. Теперь посмотрим на психоделики. Психоделики убирают причины развития болезни. Психоделики перекрывают вашу дорогу к заболеванию. Мы привыкли это называть профилактикой. В современной медицине наша профилактика опирается на такого большого мифического кита, как кальций и витамины. Те же таблетки под другим названиям, которые нам вообще не нужны. Профилактика это вакцинация. Ой. Давайте поговорим о БАДах. БАДы с офигительными свойствами. БАДы, которые спасут мир и вашу молодость и сделают вашу шкурку гладкой, когда вам 175 лет. БАДы, которые нейтрализуют висят в вашей ядовитой пище и ядовитой воде. БАДы, которые заменят вам физическую активность и у вас будет спортивное тело. Офигеть! Капец, как легко! Давайте сядем и подумаем. Кроме того, что вы прочитали об этом БАДе на рекламке изготовителя о суперсиле какого-то, неважно какого, вещества, спросите себя. Только несколько вопросов. Вопрос номер один. Есть ли в этой банке то, что сказал нам производитель? Вопрос номер два. Даже если и это вещество присутствует внутри этой банки, как заявил изготовитель, и оно явно как-то химически обработано, то усваивается ли это вещество вашим телом вообще? Вопрос номер три. А может быть там просто сухой птичий помет? Вопрос номер четыре. А вдруг эта баночка из пластмассы сама по себе ядовита? Откуда вам это известно? Только потому, что написано на банке. Это не доказательство наличия написанного. Например, скажите, баба Маша, баба Маша, напишите на бумажке баба Маша, баба Маша, я что, появилась у вас в комнате? Нифига ясь. Я все еще сижу тут. Ну вот же написано баба Маша, ну и что? Понимаете? Мы даже не можем полностью утверждать, что мы существуем, а вы утверждаете, что вы что-то непонятное едите из банки и вы знаете, что там лежит. Вы знаете, в чем наша проблема? Мы как дураки всем верим. Нам написали, дает бумажку в нос и говорит, вот написано. Представляете, какая тупость? И мы верим, что это правда. Кто нам сказал, ты дурак тупой, мы в это верим, поэтому у нас истерики, понимаете? Если с вами еще раз это случится, подумайте об этом, как о вашей галлюцинации, вам это очень сильно поможет. Продолжим, ребятушки. Давайте рассмотрим основные факторы болезни стресс-паразиты. Не единственные, но самые важные. Можно ли сказать одним словом, что современная медицина однозначно дает нам помощь от стресса и от паразитов? Ой-ой-ой, может быть и дает. Давайте посмотрим, что делают психоделики. Одним словом можно сказать, что ментальные и физические паразиты рядом с психоделиками не живут. Психоделики создают условия в вашем организме такие, что паразиты не ментальные, не физические в вас не живут. Предложена новая книга Сергея Сергеевича Ришнамурти «Свобода от известного». Есть на ютюбе аудиокнига. Сама начну скоро слушать. Приплыли человечество раку хана. Кто ж победил марихуана? Перевожу вам статью. Называется статья National Cancer Institute Национальный институт онкологии раковых заболеваний наконец-то подтверждает THC причина 45% ремишн при онкологии мочевого пузыря, молочных желез и печени. А также очень интересное сообщение. Они определили наконец-то и официально написали на бумажке, что не существует летальной дозы марихуаны и степень привыкания незначительно меньше, чем любое лекарство им известное. Национальный институт рака ура это не какая-то там маша с грибами. Следующее заявление этой организации среди других их открытий они наконец-то подтверждают, что каннабис не связано с нарушением пульмонарных функций, не вызывает рак легких, а также марихуана не вызывает никакого рака другого типа. они открыли, открыли, они открыли, уже открыли 100 миллионов лет назад, что марихуана обладает прекрасной антиопухолевой активностью, и они подтвердили это тестами, а также тестами подтвердили, что марихуана намного более эффективна, чем обычные способы лечения, которые вызывают смерть, даже если и нет самого рака. Они говорят, что THC более эффективна, чем кодеин 10 миллиграммов THC более эффективна, чем 60 миллиграмм кодеина, и с марихуаной не надо увеличивать дозу THC для длительного аналогетического эффекта. читаем читаем дальше в дыхании THC является более эффективна в ней европатической боли, чем любое известное лекарство на данное время, а также показало улучшение в качестве сна, ощущение спокойствия и хорошо чувствования дословный перевод. Теперь федеральное правительство сделало так, что ни один штат не может никого наказывать за применение медицинской марихуаной. Если кому-то будет интересно, загуглите United States National Cancer Institute Marihuana Report Там ссылка на огромную статью, маленькая статья и ссылка на большую статью. На этом Баба Маша прощается с вами и желает вам не слезать с вашего плюшевого синенького креслица настоящего момента. Редактор субтитров А.Семкин